Россиянам без суда спишут долги на сумму в 1 миллиард 600 миллионов рублей. Это произойдет в рамках механизма внесудебного банкротства. Об этом сообщили сразу несколько авторитетных федеральных СМИ. За первый год реализации упрощенной процедуры банкротства поступило более 12 тысяч обращений. Из них по 5 тысячам она инициирована, а полностью завершена в половине случаев. Упрощенная процедура банкротства начала действовать в России с сентября прошлого года. Такой услугой можно воспользоваться, если долг оценивается в сумму от 50 до 500 тысяч рублей. Процедура доступна и тем гражданам, у которых судебные приставы ранее не нашли имущества. И вследствие этого вернули исполнительный лист взыскателю. Как отмечают эксперты, за первый год работы механизм уже успел хорошо себя зарекомендовать. Новый институт банкротства состоялся. Механизм развивается нормальными темпами. Видно, что скачка дефолтов среди физлиц в связи с пандемией нет. Впрочем, далеко не всем предоставляется возможность воспользоваться данной услугой. Так, по данным Минэкономразвития, в течение первого года реализации упрощенной процедуры было получено 12 тысяч обращений. Процедуру банкротства без суда начали по 5 тысячам из них. Но даже если вы не можете воспользоваться правом внесудебного банкротства, отчаиваться точно не стоит. На помощь вам придут профессионалы своего дела. Например, Центр помощи кредитным должникам «Хелпми», который помогает гражданам избавиться от долгов через законную процедуру банкротства. «Хелпми» — это федеральная компания, которая работает по всей России с 2015 года. За неполные 6 лет нашей работы команда наших юристов помогла более 10 тысячам клиентов. Было списано более 2 миллиардов долгов по кредитам, микрозаймам, услугам ЖКХ, штрафам и налогам. На бесплатную консультацию вы можете записаться по номеру 65 0203. Ну а если и этот вариант вам не подходит, и вы намерены и дальше закрывать глаза на ваши долги, в таком случае есть риск угодить, что называется, в долговую яму. На сегодняшний день общая сумма задолженности по кредитам в Тверской области составляет около 11 миллиардов рублей. В управлении службы судебных приставов находится 89 тысяч исполнительных делопроизводств. Злостными полотельщикам могут грозить применение мероприятительного исполнения, такие как обращение взыскания на расчетные счета, обращение взыскания на вклады, на денежные средства, которые находятся в сейфах, в банковских ячейках. Также в отношении данных должников применяются такие мероприятительного исполнения, как ограничение выезда из Российской Федерации. И, наконец, крайняя мера арест движимого и недвижимого имущества, рассказывают в службе судебных приставов. Словом, шутить со своими долгами точно не стоит. В противном случае это может закончиться большими репутационными и финансовыми потерями.